Уважаемые коллеги 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 Для меня политравма – это нечто вроде порнографии. Я не могу определить что-то такое, но когда я вижу это, я понимаю, что это она и есть. Опыт кафедры военно-полевой хирургии по современной боевой травме представляет более 5000 наблюдений из последних десятилетий. И, естественно, это не все эти раненые имели сочетанные и множественные повреждения, но, тем не менее, около половины – это та категория, о которых мы сегодня в первую очередь говорим. Хотя и среди сочетанных травм только треть является проблемой, то есть когда имеется сочетание двух или более повреждений, имеющих прямую угрозу жизни. В условиях боевых действий ситуация ухудшается еще и тем, что, по сути дела, большая часть раненых, а именно почти две трети, раненых получает первичное хирургическое пособие руками молодых хирургов на этапе оказания квалифицированной хирургической помощи. И это неизбежно сопровождается ошибками. И это та область, где необходимо применять тактику многоэтапного хирургического лечения, демидж-контрол, и об этом уже много раз сегодня говорили. Мне бы хотелось, это довольно большая таблица, но здесь представлены ведущие неотложные операции у раненых с боевой политравмой. Начиная от всех локализаций и трепанации черепа, и операции при ранении шеи, груди, живота, ампутации при отрывах конечностей, то есть операции, которые выполнялись для спасения жизни. Так вот, примерно 80% этих операций, это операции, которые направлены на остановку продолжающегося или наружного, или внутреннего кровотечения. Исходы лечения политравм в военном времени значительно улучшились в динамике, если сравнивать Афганистан и Северный Кавказ, по сути дела, летальность уменьшилась в 2-3 раза, приблизилась к результатам мирного времени. Хотя политравма мирного времени, и об этом слышали уже доклады сегодня, серьезно отличается от повреждений военного времени, в первую очередь тем, что на войне, в составе этой, в структуре политравм, как правило, нет тяжелой черепно-мозговой травмы, которая значительно ухудшает прогнозы политравм мирного времени. Зато больше кровопотеря. Наиболее тяжелые ведущие повреждения в составе политравм, это были повреждения живота, повреждения таза, сопровождающиеся тяжелыми осложнениями, и максимальной летальностью. Ну, шея, потому что, если ведущие повреждения, то имеется повреждение крупных сосудов и воздухопроводящих путей. Позвоночник, это, естественно, шейный отдел, там, где он является ведущим в структуре боевой политравмы. Очень важным моментом является изучение причин летальных исходов у раненых. Здесь представлены эти причины для раненых, которые уже попали к хирургу, то есть погибли в ходе уже хирургического лечения. И, как видите, среди причин смерти преобладает, или большую часть занимает острая кровопотеря. И есть такая причина, и как травма несовместимая в жизни, это почти 20, даже около 20% среди всех причин летальных исходов. А если взять, сравнить эти же причины гибели у раненых, которые не достигли хирурга, то есть, по сути дела, отнесены к категории безвозвратных потерь, погибшие на поле боя. Но среди этих раненых, каждого четвертого, по разным статистикам, примерно так, можно было спасти, в первую очередь, от того, что у них была не чисто смертельная травма, а тоже имелась острая кровопотеря, которая, в общем-то, при своевременном оказании помощи, при своевременном грамотном восполнении, не является однозначно летальной. Эти же данные подтверждаются и опытом наших американских коллег. Это материал их опыта по Афганистану и Ираку. Как видите, в 90% случаев, предотвращаемых причин смерти, это острая кровопотеря, вызванная наружным и внутренним кровотечением. Поэтому, если говорить о уроках военно-полевой хирургии по лечению, по госпитальной помощи, по хирургическому лечению боевых политравм, это, конечно, в первую очередь, ранняя остановка кровотечения, наиболее просто, конечно, наружного, хотя это просто термин относительный, и сейчас до госпитальной помощи превращается в высокотехнологичную помощь, применяется специально разработанное, достаточно дорогостоящие устройства, в частности, нашими специалистами разработан вот такой жгут, который не нужно затягивать, не нужно, так сказать, добиваться основки кровотечения, просто наложить на конечность, нажать на кнопку, а дальше все будет сделано, и кровотечение будет надежно остановлено. Пневмо-жгут с электроприводом, что называется, подобного устройства у наших американских коллег пока нет. Конечно, местные гемостатики – это все то, что сегодня является принадлежностью индивидуального оснащения военнослужащих. Раннее применение трониксамовой кислоты. И несколько слов о перспективах того, что мы раньше не имели, основки продолжающегося внутреннего кровотечения. Перспективное направление – это внутрибрюшной гемостаз, введение различной композиции, введение пенистых композиций. Здесь пока экспериментальные работы продолжаются, но они достаточно многообещающе выглядят. То, что уже применяется в условиях клиники, и по этому направлению будет отдельный доклад от нашей кафедры, будет в окшоп в рамках нашей конференции. Это эндоваскулярный гемостаз, баллонная окклюзия аорты, метод, которому уже полвека, с времен Корейской войны, но на новом уровне, с новым оснащением, с новыми технологиями, он совершенно по-другому сейчас реализуется. И, по сути дела, это то, что возможно уже делать на долгоспитальном этапе. И это одно из перспективных направлений для основки продолжающегося поддиаправмального индультазового кровотечения у самых тяжелых раненых. К сожалению, надо сказать, что стремление к медикализации помощи и как можно раннему, по сути дела, уже, как мы говорим, реаниматологическому пособию, это картинка из доклада нашего голландского коллеги, который работали в Афганистане, вот такие группы, вернее, реаниматологического усиления. По сути дела, скорая помощь на поле боя. В условиях современных конфликтов, и мы это в Сирии в ближайшее время можем наблюдать, это при применении средств радиоэлектронной борьбы, при применении противовоздушной обороны, возникают бесполетные зоны, и сроки оказания помощи могут приблизиться, если не к срокам Первой мировой войны, но вполне к 12-24 часам, как это было в ходе Второй мировой войны, и, соответственно, категория тяжелораненых, категория раненых с боевой полетравмой может остаться на поле боя. Чтобы этого не было, разрабатываются и другие технологии, а именно наиболее перспективной является дистанционная сортировка с применением штатных регистраторов жизнедеятельности, которые уже входят в новое оснащение РАДНИК-3, и позволяют регистрировать на расстоянии ряд жизненно важных показателей, автоматически анализируют их, передают на средства наблюдения медицинским руководителям и командирам, и позволяют дистанционно оценивать тяжесть ранения. Так это выглядит на мониторе, по каждому военнослужащему имеются данные по его нахождению, по его функционированию, и в случае получения ранения соответствующие сигналы получаются, и мы можем в ранние сроки реагировать, и это позволяет надеяться на то, что сроки оказания помощи будут уменьшаться. Не менее перспективным направлением является и роботизация, то есть там, где на поле боя высока вероятность гибели медицинских работников от интенсивного вражеского огня, конечно, максимально должны применяться робототехнические устройства, и подобные устройства уже имеются, и применение их начинается. Об этом сегодня уже много говорили, и неизбежным, вернее, так сказать, очень важной технологией ускорения и улучшения организации оказания помощи является технология сортировки. И это было понятно уже великому Пирогову, и сейчас количество шкал все больше и больше возрастает. Это одна из шкал, которую мы сейчас стараемся улучшить за счет введения сатурации и отрабатываем с точки зрения условий применения при боевой травме. Самое главное, что эти шкалы позволяют реализовывать сортировочные принципы уже на уровне до врачебной помощи. Они стандартные, они позволяют организовать помощь еще до, что называется, клинического мышления, до которого нужно еще дожить. Среди других направлений, которые перспективны для лечения раненых в условиях боевых действий, это, конечно, выдвижение хирургии вперед, это группа хирургического усиления, то, что американцы сейчас называют передовыми хирургическими командами, forward surgical team или группами, то, что у нас было отработано еще во время Афганской войны, и эти хирурги, которые, как говорил Игорь Александрович Ирюхин, мой учитель, оказывают неотложную специализированную хирургическую помощь, по сути дела, в раненых вынесенных с поля боя, это то, что, в общем-то, реализует условия боевых действий, технологии травмоцентров мирного времени. Но, конечно, с обязательным широким применением сокращенных вмешательств, и эти операции сокращаются не только по тяжести состояния раненых, но и, в первую очередь, ввиду наличия сложных условий, недостатка оснащения, недостатка крови, а, самое главное, необходимости быстрой эвакуации для последующего лечения и оказания помощи. Мы сегодня об этом, по сути дела, не говорим, а больше, может быть, предполагаем в ближайшее время, но в экспериментальном плане дистанционная военная роботохирургия тоже перспективна, и эти работы производятся. А пока идеальным вариантом для раненого, конечно, является ранняя доставка его в передовой многопрофильный госпиталь, которые такие, как работали в Моздоке, Ладикавказе, с группами усиления из академии, центральных госпиталей. Подробно описаны характеристики этих многопрофильных учреждений, которые отличаются от обычных госпиталей именно тем, что они нацелены на спасение жизни, на то, что применение всех возможных технологий в условиях боевых действий. И позвольте завершить доклад, еще раз поздравив организаторов с блестящей конференцией и сказать словами Юдина, что не умирай, пока живешь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ